здравствуйте в наше время принято шутить что теперь всем блогерам придется пойти работать на завод потому что монетизацию youtube уже отключили кроме этого есть еще большие риски что сам по себе youtube могут заблокировать но так уж сложилось что я и так работаю на заводе и как раз таки по этой самой причине когда я собою беру в цех один из своих телефонов то у меня очень часто засоряется порт для зарядки смартфоне и по этой причине я решил себе заказать наконец таки вот эти вот самые провода которые состоят из двух частей одна часть это провод а вторая часть это такая как бы заглушка смартфон который вы вставляете однажды и потом просто-напросто при помощи магнитов провод присоединяется к вашему смартфону и у вас начинается зарядка в общем то эти заглушки для меня больше будут служить как некой защитой портов для зарядки смартфонов чтобы туда не попадала грязь так что я заказал такие провода с алиэкспресс заказал в достаточно большом количестве тут у меня и тайп си и лайтнинг для айфона и микро юсби для того чтобы также еще и родным раздать по несколько таких проводов для удобства зарядки их смартфонов ну теперь с вами давайте распакуем посылку посмотрим что нам пришло и поговорим уже по самим проводам так давайте с вами посмотрим что за провода и что мы видим на упаковке но это просто упаковочный пакет но на обратной стороне в данном случае я вижу что здесь двухметровый провод type-c именно здесь лежит провода в тканевой оплетки достаточно мягкие на этой стороне у нас действительно type-c как и написано было на упаковке и ухты достаточно мощный магнит слушайте он прям действительно сильно очень сильно примагничивается здесь написано два метра и что-то непонятное тут у нас lightning причем на упаковке было не написано до что lightning то же самое тканевая плетка достаточно мягкий провод и такое ощущение что здесь немножко послабее магнит да здесь магнит более сильный на lightning более слабый тут мы вновь видим type-c да здесь тоже было подписано что этот type-c провод сила магнита примерно такая же как и на lightning почему тут именно на красном проводе попался самый сильный магнит пока что из трех проводов тут у нас один метр не подписано и тут тоже мы встречаем разъем lightning так тут мы имеем микро юсб микро юсб тоже никак не подписан просто написано два метра и какой-то иероглиф при этом сила магнита плюс-минус такая же как и на lightning и на последних type-c которые мы с вами распаковали так ну и последний провод тоже никак не подписан и это у нас двухметровый usb микро юсб тоже тканевый тоже достаточно мягкий почему-то именно в красном у меня попался прям самый сильный магнит из всех тот же самый type-c но в черном исполнении уже имеет магнит чуть-чуть послабее но вы знаете это может быть просто какое-то мое ошибочное ощущение сейчас самое главное что мне хочется проверить это чтобы у нас были взаимозаменяемые вот эти самые заглушки адаптеры не знаю как правильно назвать которые будут смартфонах и чтобы я мог заряжать свой смартфон любым попавшимся проводом мне под руки давайте поближе посмотрим вот как выглядит lightning вот у нас type-c и вот у нас микро юсб в общем то все три значит в данном случае у нас все заглушки должны быть взаимозаменяемые и в теории все должны работать между собой как бы я их не поставил ну собственно говоря давайте проверим проверять будем при помощи пауэрбэнка пауэрбэнк кстати достаточно интересный лично я вот для себя приобрел эта модель на 25 ватт а самое главное что она поддерживает быструю зарядку quick charge 3.0 и следующий момент это то что я его могу заряжать при помощи любого из этих проводов то есть у меня есть поддержка именно зарядки при помощи type-c micro hb или же lightning а поскольку у меня почти всегда с собой провод именно lightning от айфона то я могу его зарядить это достаточно редко когда у нас пауэрбэнк заряжается именно от лайтнинга но единственная правда у него поддержка быстрой зарядки quick charge 3.0 а мой android телефон имеет свой собственный режим быстрой зарядки это вас плачет а там бар какой-то и так далее поэтому чтобы заряжать этот телефон с быстрой зарядкой мне приходится использовать провод и избитой цели в битой все но это если есть такая необходимость так вот у нас получается заглушка usb type-c располагаем его смартфоне и при помощи подключенного провода сейчас попробуем зарядить кстати горит зелененький светодиод включился пауэрбэнк пошла зарядка на смартфон мы видим обычная зарядка потому что разные протоколы понапридумывали же этих протоколов так теперь делаем то же самое только сделаем сейчас это сразу с айфоном включаем провод на котором подключен айфоновский разъем lightning зарядка пошла тоже зеленый индикатор соответственно отключили зарядки нет подключаем зарядка есть берем тот провод который нашел с переходником type-c и точно также работает то есть взаимозаменяемое это очень здорово и это очень удобно как видите достаточно сильно выпирает этот самый адаптер причем если без чехла то вообще достаточно крупно такая заглушка большая а во время использования чехла по крайне мере такого у меня он достаточно толстый плюс еще вот эти грани выпирают принципе не так уж и страшно но самая главная его задача это именно защищать от пыли что касается type-c тонус он тоже выпирает и здесь у меня чехол чуть-чуть другого формата но выпирает тоже достаточно сильно ну тем не менее провод по крайней мере на данный момент работает будет интересно сколько он конечно же проживет ссылку на эти провода я оставлю но если что-то с ними случится со временем использования то конечно же добавлю обязательно комментарий по поводу качества их работы вот что касается срока доставки то к сожалению именно у этого продавца доставка была достаточно долго я ждал эту посылку примерно полтора месяца это довольно таки долго я ожидал конечно же значительно быстрее получить эту посылку но мне пришлось заказывать именно у этого продавца потому что у него в наличии были как 1 метровый так и двухметровые провода и самое главное что в наличии были именно все три варианта для приобретения я переживал что если я закажу различные провода в различных магазинах а в одном магазине кроме этого не было вот именно наличие всех необходимых мне проводов то была возможность что между собой не будут подходить именно вот эти вот самые наконечники вот поэтому заказал именно одного бренда в одного магазина и собственно говоря что хотел то и получил но только лишь минусом оказалось это очень долгая доставка но и цена кстати была достаточно хорошая на тот момент на эти провода как бы оставлю ссылки не только лишь на этот магазин наверное еще найду у кого доставка побыстрее будет и вам тоже размещу вот так же будет ссылка на пауэрбэнк пауэрбэнк лично я вот прям им доволен мне он нравится у него довольно таки качественные все разъемы то есть нет никакой болтанки именно по всем разъемам это достаточно важно для пауэрбэнк чтобы они долго служили кстати говоря на самом деле приобрел себе не один такой этот у меня так скажем походный вариант еще есть вот такой большой вариант это для подзарядки квадрокоптера диджай мини 2 я приобрел в походе очень здорово просто напросто подключаешь и тебя зарядка на него пошла но здесь к сожалению нет возможности подсорядить при помощи лайтнинга в отличие от этого на этом все что я хотел вам рассказать по поводу проводочков мы в принципе наверное буду все же рассказывать по поводу тех вещей которые лично я приобрел для своего использования то покупая на самом деле очень много различных вещей я не так давно купил себя ремень с алиэкспресс поясную сумку поясную сумку на алиэкспресс также взял плюс время от времени покупаю какие-то новые камеры какие-то новые микрофоны и пожалуй имеет смысл этим с вами делиться так что буду стараться что-нибудь новенькое для вас записывать до новых встреч до новых видео всем пока